Добрый вечер! Это 17-я серия проекта «Намедни 1961-1991. Наша эра. События, люди, явления, определившие образ жизни. То, без чего нас невозможно представить, еще труднее понять. Очередной год, очередная серия. Сегодня 77-й год. Нет нейтронной бомбе, постановление ОПТУ, Брежнев президент, автомобиль Нива, новая конституция, ансамбль Абба, работа на овощебазе, гимн с измененным текстом, а там Маш, садистские стишки. Комментаторы актриса Татьяна Друбич, экономист Егор Гайдар, писатель Анатолий Стреляный. Член ЦК, министр иностранных дел Рауль Руа и другие официальные лица. Советский атомный ледокол «Богатырь Арктика» в 1977 году впервые в истории мирового мореплавания достигает Северного полюса. Ровно месяц длится рейс из Мурманска до вершины планеты и обратно. Ледокол «Арктика» три года назад сошел со стапелей Балтийского завода. Он флагман полярных навигаций, главный проводник караванов судов по Северному морскому пути. Советская наука и техника одержали новую выдающуюся победу. Исполнилась вековая мечта многих поколений отважных моряков и полярных исследователей. Романтическая кинокартина Сергея Соловьева «Сто дней после детства» в 1977 получает госпремию СССР. Советское кино школьной волны 70-х, фильмы Динары Осановой «Не болит голова у дятла», «Ключ без права передачи» и один из лидеров проката «77» «Розыгрыш» – дебютный фильм режиссера Владимира Меньшова. Когда уйдем со школьного двора, под звуки нестареющего вальса. В кино советские школьники проводят две трети свободного времени. Розыгрыш они признают своим фильмом. Актуальный конфликт. Отличник оказывается карьеристом, и в лидеры класса выходит создатель школьного ансамбля. Музыку за ребячью самодеятельность пишет композитор Александр Флерковский. «Бабочки летают, бабочки! Бабочки летают, бабочки! Бабочки летают, бабочки! Бабочки летают, бабочки!» В исполнителя, героя этого времени Дмитрия Харатьяна, старшеклассницы страны влюбляются поголовно. «Баловни судьбы», которым довелось жить и работать за границей, имеют привилегии и на родине. Они могут покупать товары в специализированных магазинах «Березка». Сначала на сертификаты внешпосыл торга, а с 1977 года на чеки единого образца. «С той стороны без очереди. Мы стояли весь день. Они только стояли часа три назад. Их пускают постоянно без очереди». Лучшие «Березки», конечно, московские. На Сиреневом бульваре, на Пятницкой, в Астраханском переулке. В магазине вообще-то могут и поинтересоваться происхождением чеков. Но большинство стоящих в очередях – бесстрашные нелегалы. Скупка продажи чеков вообще-то преследуется, но люди, занимающиеся этим профессионально – ломщики. Крутятся у каждого магазина. Стандартный курс – два рубля обычных за один рубль чековый. Только в «Березках» можно купить японскую технику на грани фантастики. Телевизоры «Панасоник» или «Тошиба» за одну-две тысячи чеков, магнитофон «Санью» за 500. Только в «Березках» легально продаются настоящие джинсы. К 1977 году вся советская молодежь, многие люди средних лет, объяты джинсовой лихорадкой. Джинсы можно купить и у спекулянтов-форцовщиков, но отдавать месячную зарплату – штаны стоят 120-180 рублей – не жалко только за настоящую фирму. Фирменность, то есть аутентичность, подлинность торговой марки начинает высоко цениться и в других товарах. По фирменной этикетке – «Лейблу» или «Лейбаку». Выше всех ценятся «Левайс» – его называют «Левис» и «Рэнглер» – его называют «Вранглер». Далее следуют «Монтана», «Ли» и «Суперрайфу». Особое внимание обращается также на качество строчки – желтой или оранжевой. Покупать джинсы с рук всегда риск. Могут подсунуть подделку или того хуже – запечатанную в пакет одну штанину. Покупке должна предшествовать серьезная экспертиза. Обычно зовут несколько друзей. Есть специалисты по отстрочке, по этикеткам «Лейбакам». Проще всего проверять «Индиго» – джинсовую краску. Пилятся, то есть линяют, как положено, штаны или нет. По подшитому к изнанке краю труд спичкой. На ней настоящая краска оставляет синий налет. В 1977 году и стар, и млад усваивают понятие «диссидент». Используется еще русский синоним «отщепенец». Все газеты пишут про действительные нарушения прав человека на Западе и про диссидентов-отщепенцев, которые, действуя по указке Запада, разглагольствуют о мнимых нарушениях прав человека в СССР. Сами диссиденты называют себя правозащитниками. Они настаивают на соблюдении Советским Союзом гуманитарных статей Хельсинского соглашения. Группы содействия выполнению хельсинских документов начинают работать в нескольких союзных республиках. Особенно известна московская группа во главе с физиком Юрием Орловым. Они устанавливают контакты с международными организациями. Положение с правами человека в СССР начинает активно обсуждаться на Западе. Советская пресса обвиняет диссидентов в связях с вражескими разведками. Разоблачают иностранные туристы, которые возят в СССР пропагандистские материалы. Инакомыслящие превращаются в главную внутриполитическую проблему. КГБ арестовывает глав московской и украинской хельсинских групп Орлова и Руденко. Орлов за правозащитную деятельность получает 7 лет строгого режима и 5 лет ссылки. Запад подбадривает наших диссидентов. Президент Картер направляет личное послание академику Сахарову и принимает в Белом доме обмененного на Карвалана Владимира Буховского. 8 января 1977 года в 17 часов 30 минут в вагоне поезда московского метро на перегоне между станциями Измайловская и Первомайская происходит сильный взрыв. Есть убитые и раненые. По обвинению в совершении теракта арестовывается Степан Затикян, ранее судимый за создание Национально объединенной партии Армении. Также арестовываются Акоп Степанян и Завен Багдасарян. Они в правозащитном движении не участвовали. Официальное сообщение о заседании Верховного суда. Вина подсудимых полностью доказана показаниями свидетелей, заключениями экспертиз и другими материалами. Затикян и его сообщники приговорены к исключительной мере наказания – смертной казни. Приговор приведен в исполнение. По поводу взрыва между станциями Измайловская и Первомайская множество версий. Ходят слухи, что взрыв устроили рабочие, протестующие против нехватки продуктов. Академик Сахаров предполагает, что к взрыву, или уж точно к его трактовке, причастно КГБ. Информация о теракте быстро доводится до сведения западных корреспондентов, в то время как обычно подобного рода события замалчиваются. После вынесения приговора известие опубликуют письмо гражданина Тюжина «Позор защитникам убийц». Автор сообщит, что он ехал в том самом вагоне, где было много женщин и детей, возвращающихся с елки. Далее версия следствия. Погибло 7 человек, ранено 44. И сведения о том, что Затикян и сообщники готовили новые взрывы в Москве. В зале ожидания Курского вокзала они оставили сумку, начиненную шрапнелью. В 77-м принимается правительственное постановление о профессионально-технических училищах. Решено превратить ПТУ в университет рабочих профессий. Избавить его от репутации второсортного учебного заведения, доставшейся от ремесленных училищ и ФЗУ. «Я проучился год с очень хорошим человеком». Считается, что в ПТУ попадают отбросы школы. Даже в виде «двойки в уме» проходной балл не нужен. В ПТУ принимают любого, и все равно недобор. «Высок престиж выпускников профессионально-технических училищ». Пропагандистская компания пытается сломать предубеждения. Предписано развивать материальную базу. Правтихучилища крупных предприятий живут куда богаче институтов. Повышаются стипендии учащихся. В школах индустриальных центров из пяти восьмых классов комплектуют два, максимум три девятых. Остальных ребят в ПТУ отправляют почти принудительно. Ничего не помогает. ПТУ остается низшим образованием, а звание «ПТУшник» присваивается как диагноз. В 77-м регулярные рейсы сверхзвукового пассажирского самолета Ту-144. Последняя глава в биографии советского «Конкорда». Работы по созданию Ту-144 завершили еще 10 лет назад. Тогда он был первым в мире сверхзвуковым пассажирским самолетом. Воплощение элегантности он летит с крейсерской скоростью в 2500 км в час. Считается, что, как и близкий ему французский «Конкорд», Ту-144 – ответ надвигающейся монополии Боинга. Даже считается, что мы опережаем американцев. Загадочное крушение Ту-144 близ Лебурже во время демонстрационного полета в 73-м году ставит крест на международной карьере нашего лайнера. Выйдя на внутренние линии, Ту-144 за неполные два часа долетает из Москвы в Алма-Ату. Эксплуатируют красавца недолго, очень неэкономично даже по нашим меркам. От сверхзвуковой пассажирской авиации решают отказаться вообще. Из Москвы в Алма-Ату стали летать в два раза дольше, а Ту-144 оставляют образцом унтрадизайна и памятником самой знаменитой неудачи отечественного воздухоплавания. Но лидеры двух великих держав согласились с необходимостью активизировать диалог. Владимир Высоцкий уже не просто один из самых популярных людей в стране. Это почти мифическая фигура. Полузапретный поэт-певец поет под заграничный оркестр. Во Франции выходят три диска Высоцкого под общим названием «Натянутый канат». Впервые на черном рынке фирменных пластинок записи отечественного исполнителя. Высоцкий в «Зените славы». В театр на Таганке на спектакле с его участием не попасть. Его песни страна знает наизусть. С магнитофонных катушек хриплый голос звучит из каждого открытого окна. Фирма «Мелодия» из-под тишка выпускает миньоны. Глухонемые продают фотокарточки Высоцкого в поездах. Французские диски выглядят мировым признанием современного классика. На самом деле, пластинки предназначены прежде всего для нашего рынка. Скупая тиражи, дипломаты, внешторговцы и моряки ввозят Высоцкого обратно. Из Москвы в Матищи через Париж. На городских овощных базах осень, пора закладывать новые запасы. Весна – доставать старые. Сезонные помощники – присылаемые на овощебазу работники закреплённых за ней предприятий и организаций. А самое главное – создать непрерывную технологическую цепочку по доставке капусты от поля до овощной базы или непосредственно до прилавка. Мужчины на погрузочно-разгрузочных работах. Женщины обычно перебирают картошку и лук, очищают капусту, фасуют свёклу и морковь. Официально признаваемые потери овощей при хранении – 60%. Сгнивают больше половины собранного. День, проведённый на овощебазе, отдельно не оплачивается, но мало кто не уносит оттуда премии натурой – овощи или зелень. А если повезёт, и неэкзотические фрукты – яблоки, изредка груши. Здесь впервые применена обработка плодов йод-крахмальным раствором. Затраты минимальные, а выгоды налицо. Через 7 лет после того, как папирусная лодка Ра-2 переплыла Атлантический океан, Тур Хьердал отправляется в новое морское путешествие. Вместе с мятежным норвежцем бури просят ещё 11 человек из 9 стран, в том числе четверо из прежних экипажей. Вновь берётся на борт и русский доктор Юра, ведущий путешественник Советского Союза Юрий Сенкевич. Тростниковый плод тигрис строят туземцы с озера Титикака. Тигрис в два раза больше Ра и гораздо прочнее. Отчалив у слияния рек Тигр и Ефрат, Тигрис проходит больше 7 тысяч километров. Подтверждается догадка Хьердала, что ещё 5 тысяч лет назад, задолго до создания деревянных кораблей, древние шумеры могли пересекать океаны. Все радиопереговоры Тигриса проходят через радиолюбителя из Есентуков Агабекова. Он первым устанавливает контакт с командой Хьердала и обеспечивает её связью с остальным миром. Эксперимент закончится невесело. У африканского побережья Тигрис окажется в районе учений НАТО. Ни одна страна не даст не только гарантии безопасности в своих территориальных водах, но даже разрешение в них войти. Не желая продолжать плавание под прицелами боевых кораблей, возмущённый Хьердал решает сжечь свой плод. Достать сапоги. Минимум две пары – зимнее и осенне-весеннее. Важнейший пункт закупочной программы каждой советской женщины. Лучшие сапоги итальянские, но это недостижимый идеал. Самые хорошие сапоги из реально доставаемых – югославские, австрийские, финские. Чехословацкие бывают неплохие, бывают не лучше наших. Эффектные сапоги-чулки носятся плохо. Чёрный лак быстро трескается на складках поролонового голенища. После них возвращается классика в виде сапог на каблуках-шпильках или полушпильках. Сапоги – это украшения. Они делают ногу длиннее, визуально удлиняют ногу. Они делают элегантнее. У них можно скрыть недостатки. И что самое важное, появилась новая мизансцена в интимной жизни. Мужчина, стоя на коленях, перед женщиной застёгивает или расстёгивает молнию ей сапог. Помните, как Мехов перед Барбарой Бурильской объясняет ее в любви и целует ей сапог? Как когда-то, в далёкие времена, мужчины целовали женщинам руку. Слово «дискотека» прежде означало собрание пластинок. Теперь так называют мероприятия с их использованием. Пытаются проводить дискотеки познавательные, но больше дискотек танцевальных. Новая форма молодёжного досуга сначала появляется в Прибалтике. В Риге ещё в конце 1976 года проходит первый фестиваль-конкурс дискотек. Мода быстро распространяется по всему Союзу. Студенты-технари могут сами собрать комплект аппаратуры. Усилитель на 100 ватт, пульт с двумя проигрывателями и, главное, светомузыка – ритмично моргающие фонари. Последнее слово техники – чешский дискотечный комплект «Тесла». Пластинки приносят фанаты-коллекционеры. Конверты дисков содержат ценную информацию об исполнителях. Между номерами её сообщают публики. Дискотеки критикуют за засилье западного репертуара и за то, что ведущего называют и подробным словечком «диск-жокей». Сегодня погибла последняя муха грозофила. 20 лет советский гимн исполняется без слов. Звучит лишь шедевр большого стиля, величественная музыка композитора Александрова, основателя ансамбля песни и пляски советской армии. В первоначальном тексте Михалкова и Эль-Регистана есть строчка «Нас вырастил Сталин на верность народу». Теперь ЦК и Президиум Верховного Совета одобряют новую редакцию текста. В ней Сталина больше нет, есть только Ленин. И исключён неуместный при политике мирного сосуществования куплет «Мы армию нашу растили в сражениях захватчиков подлых с дороги сметём». Остальное всё по-прежнему. Президиум Верховного Совета СССР утвердил текст и музыкальную редакцию государственного гимна Союза Советских Социалистических Республик. Решено, что теперь гимн дважды в день будет звучать по радио. В шесть утра со словами поёт хор Большого театра и в двенадцать ночи по-старому, только музыка. Кинорежиссёр Никита Михалков по мотивам произведений Чехова снимает фильм с длинным названием «Неоконченная пьеса для механического пианино». Фильм делает Михалкова современным классиком и устанавливает в советском кино чеховский стиль. В «Неоконченной пьесе» чеховские герои сошли со сцены на природу. Но театральность осталась. Они не перестали играть. Жизнь полна приятных и неприятных мелочей, ничего серьёзного. Это-то и пугает. Я ноль! Я ничтожество! Ноль! Мне 35 лет! Лермонтов 8 лет, как лежал в могиле! Наполеон был генералом! Моцар! А я ничего в вашей проклятой жизни не сделал! Ничего! Саша! Миша! Миша! Русская неспособность к делу. Безвозвратно уходящее время. Излюбленные чеховские мотивы впервые полно переданы кинематографам. Всё будет хорошо. Всё будет по-старому. Софья будет с тобой, Платонов со мной, Саша с Платонова. Не нужна никому твоя Софья. Успокойся. Михалков счастливо удостаивается признания и официального, и у публики, и за рубежом. На фестивале в Сан-Себастьяне неоконченная пьеса получает главный приз. В 1977 году начинается серийный выпуск советского гражданского джипа Прежде наши автомобили типа 4х4, военизированные газы и УАЗы ВАЗ-2121 – первый полноприводный легковой автомобиль, получивший название «Нива» Как следует из названия, «Нива» – машина для селян Для очень зажиточных селян Сначала «Нива» стоит 10,5 тысяч рублей Сумма фантастическая для обычных колхозно-совхозных заработков А возможностей для заработков дополнительных в деревне еще меньше, чем в городе Артельщики-шабашники-куркули – класс немногочисленный И неслыханное дело, при дефиците машин в стране цену на «Ниву» приходится снизить до 9 тысяч Трехдверный джип покупают зажиточные дачники На «Нивах» ездят и районные руководители среднего звена С 1962 года, со времени повышения цен на мясо, никаких официальных повышений больше не было Могла появиться новая модификация товаров, которая подороже модификации предшественницы Но в общем цены стабильные В 1977-го со скромного уведомления в Государственном комитете СССР по ценам Начинается период почти ежегодного официального повышения цен От всей поры и далее одновременно происходит снижение цен на неходовые товары В 1977-м на 10-20% дешевеет вся синтетика, баяны и аккордеоны Непопулярные марки магнитофонов, телевизоров, электробритв и пылесосов Дорожают и будут каждый раз дорожать впредь ковры и хрусталь Дорожают шелк, книги, воздушный речной транспорт, услуги такси и ателье О размерах подорожания ничего не сообщается Оно составляет 50-100% Такси вместо 10 копеек за километр пробега теперь стоит 20 Прежде такси было не поймать После подорожания они стоят везде Через год к новой цене привыкнут и пассажиры, и водители И такси снова будет нужно ловить Я машину веду, я у всех наведу Всем я нужен, я знаю Такси! 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 В официальных комментариях подчеркивается, повышение не касается и не коснется цен на основные товары Население в общем согласно Преобладает мнение, кто ковры и хрусталь покупал, тот их покупать и будет Кто на такси ездил, тот на такси ездить и будет У них деньги в любом случае найдутся А нам-то что? В мае 77-го перемена в сохранявшемся 12 лет советском триумвирате Брежнев-Подгорный-Косыгин Из состава политбюро выводят председателя президиума Верховного Совета СССР Николая Подгорного Почти месяц неясно, кто будет новым советским номинальным президентом Правы те, кто предполагает, им захотел стать сам Брежнев Решение оформляет очередная сессия Верховного Совета В считанные секунды депутаты отправляют Подгорного на пенсию Как сказано, по собственной просьбе В народе пошутят, что Подгорного сняли за небрежность Также единогласно избирается Брежнев Для Запада, например, это решение логично Фактическому главе государства придан официальный статус В СССР любой знает, у генсека и так вся власть Буду делать все от меня завище, чтобы любимая страна наша крепла, процветала Чтобы жизнь советских людей все больше улучшалась Чтобы укреплялся мир на земле и развивалось доброе сотрудничество между народами В 77-м принимают новую советскую конституцию взамен сталинской, действовавшей с 36-го года Упраздняют старый день конституции, 5-е декабря И в 77-м получается на один красный день календаря меньше обычного Новую конституцию принимают 7-го октября В ближайшие годы это суббота и воскресенье А тогда праздничный день, совпавший с выходным, трудящимся не компенсировали Хочу сказать о 45-й статье этой конституции О том, что вся молодежь Советского Союза имеет право на бесплатное образование На бесплатные учебники и на стипендию Согласно конституции в СССР впервые в мире построено развитое социалистическое общество Диктатура пролетариата переросла в общенародное государство Сложилась новая историческая общность людей, советский народ Гораздо глубже Новая конституция – это, можно сказать, концентрированный итог Всего 60-летнего развития советского государства И хотя, как записано, политическую основу СССР составляют советы Статья 6-я указывает «Коммунистическая партия – руководящая и направляющая силы общества» Никогда прежде верховенство КПСС не закреплялось конституционно В середине 70-х годов расцвет социальной системы, получившей название развитого социализма Давно в прошлом индустриальный и социальный динамизм и предельная жесткость периода индустриализации 30-х-50-х Социальная структура, экономическая структура устоялась, общество консервативно, все места заняты Власти больше не требуют от общества подлинного энтузиазма Хватает демонстрируемой лояльности Да и больше не обещают счастья на земле, коммунизм Достаточно стабильности Стабильности цен, стабильности занятости, стабильности структуры производства База этой стабильности, все возрастающий поток нефтяных доходов, связанный с благоприятной экономической конъюнктурой Характерные анекдоты периода развитого социализма Нам делают вид, что платят, за то, что мы делаем вид, что работаем Вопрос, может ли сын генерала стать маршалом? Ответ, нет, не может У маршала есть свой сын Есть элитные водки для начальственных спецраспределителей и для экспорта Типа посольской, о них мало кто знает Появляются новые элитные водки для массовой продажи Прежде такой считалось экстра, по 4-12 Водка сибирская На этикетке тройка, запряженная в сани Водка пшеничная На этикетке поле, почти как в учебнике, родная речь Впервые пробка, винтовая крышечка А не прежняя бескозырка То есть допускается, что открыв, бутылку могут оставить недопитой, закрутив крышечку Черный юмор не принято причислять к русским фольклорным традициям Хотя сказки про бой на Калиновом мосту отличаются известной кровожадностью В них головы отрывают по несколько враз К середине 70-х рассвет новой поэтической формы из уст в уста Передаются садистские стишки про несоблюдение правил техники безопасности И неосторожное обращение со случайно обнаруженными боеприпасами Садистских стишков великое множество К проверенным временем, безусловно, классическим образцам стоит отнести следующее Косточки в ряд, звездочки в ряд, трамвай переехал, отряд октябрят Недолго мучилась старушка в высоковольтных проводах Ее обугленная тушка уже давно лежит в кустах Дети в подвале играли в гестапо Умер от пыток сантехник Потапов Как всякий фольклор, садистские стишки к власти относятся непочтительно Но строфы с проблематикой явно политической редкость Из вариаций на тему лимонки с сельхозугодий Дедушка в поле гранату нашел Сунул в карман и к обкому пошел Дошел до обкома, бросил в окно Дедушка старый, ему все равно Все больше отдыхающих считают для себя Черное море пройденным этапом И предпочитают ездить в Прибалтику Тамошние курорты выглядят изысканнее А про непостоянство тамошней погоды Люди, удовлетворившие свою начальную тягу к солнцу и теплу Говорят, что я никогда не купался Что я никогда не загорал В Прибалтику ездят не к другому климату, а к другой жизни Литовские курорты Паланга и Клайпеда Эстонские Пярну, Мустамяя и Хаапсалу Вереница латышских местечек под общим названием Юрмала По советским стандартам живут здоровым бюргерским бытом Приморские Таллин и Рига Континентальные Вильнюс и Каунас Поражают богатством музеев, обилием баров, певческими праздниками И приоритетным развитием легкой пищевой и сувенирной промышленности На самых ухоженных фирменных поездах страны Сюда ехали до самых опрятных вокзалов А от них уже рукой подать до самого вкусного общепита И самого обходительного сервиса Три белесых Балтийских республики вместо трех жгучих закавказских Рыба и грибы вместо шашлыков из баранины Кофе с ликером Ванна Таллин или рижский бальзам вместо красного вина Черный хлеб, подкопченный сыр с тмином вместо лаваша и сулугуни Здесь нет пылких местных донжуанов Здешние романы – это прогулки по твердому от влаги песку Девушка с выгнутой спиной уходит в море И все никак не зайдет даже по колено И здесь были дозволены Первая советская жевательная резинка «Калев» Первые общедоступные дискотеки Первые советские брачные объявления В газете «Ригас Балс» Советская Скандинавия И вообще наш маленький Запад В 77-м году в Ростовской области пускают в строй первую очередь завода «Атоммаш» «Атоммаш» – значит завод атомного машиностроения Важнейшая стройка пятилетки Использование ядерной энергии в мирных целях становится целой отраслью народного хозяйства Приняв повышенные социалистические обязательства По достойной встрече 60-летия Великого Октября Коллектив строителей обязался выполнить производственное задание К 7 ноября 1977 года Шведский ансамбль «Абба» – самая популярная в СССР иностранная группа Впервые лидера западных хит-парадов у нас любят своевременно И при этом вполне официально признают Первый диск «Аббы» наша фирма «Мелодия» выпускает всего через год После триумфа квартета на фестивале Евровидения Обходя советские ограничения по оплате в конвертируемой валюте Продюсер «Аббы» заключает бартерные сделки СССР расплачивается за записи ансамбля нефтью и прочим сырьем Однажды даже картошкой Мелодичные шлягеры – редкое для попсы симфоничное звучание Приличный внешний вид У нас мало кто помнит имена участников коллектива Девушек называют «темненькая» и «светленькая» Педаль «Золотая звезда» вручил Тодору Живкову Леонид Ильич Брежнев Поздно вечером 25 февраля 1977 года Загорается северный блок, крупнейший в Европе гостиницы «Россия» В двух шагах от Кремля – один из самых страшных пожаров в мировой истории отелей Обнаруживается полная неготовность к таким ЧП и оборудование гостиницы и оснащение столичных пожарных Стены отеля отделаны горючими материалами, система домоудаления неисправна Лестницы пожарных машин достают лишь до седьмого этажа, а огонь полыхает и на восьмом, и на девятом, и на тринадцатом Гибнет 42 человека Масштабы бедствия тщательно скрываются Официально называемая причина пожара – забытый в местной радиорубке включенный паяльник «Россия» – самая знаменитая гостиница, символ современного столичного шика По стране упорно ходят слухи про диверсию В сентябре 77-го на ВДНХ проходит первая московская международная книжная выставка-ярмарка На ней посетители впервые могут держать в руках книги со стендов Советские полиглоты выстаивают огромные очереди, чтобы до закрытия павильонов прямо у полок читать недоступную у нас литературу Выносить с выставки можно только книги, надписанные автором Одна французская издательница, сжалившись, щедро ставит автографы на книгах Марселя Пруста и Альбера Камю Только западно-германских фирм на выставке – 193 У них и у американцев наши покупают больше всего прав на выпуск изданий После выставки в Доме книги на Калининском открывается специальный отдел фирменных книг на английском Издательств «Пингвин» и «Пергамон Пресс» Такие же отделы в центральных книжных магазинах крупнейших городов страны Цены по советским меркам огромные – от 10 до 30 рублей за томик в мягкой обложке В США завершается разработка нового вида оружия массового поражения – нейтронной бомбы По замыслам ее создателей нейтронная бомба будет поражать лишь живую силу противника Оставляя в целости и сохранности здания и боевую технику Американцы собираются разместить нейтронное оружие в Западной Европе ФРГ, Бельгии, Дании и Голландии проходят демонстрации против нового оружия Европейское антиядерное движение, обычно протестующее против сверхвооружений обеих сверхдержав На сей раз протестует только против США, становясь союзником СССР В его поддержку у нас развертывается огромная пропагандистская кампания Циничный расчет отцов нейтронной бомбы объясняют доходчиво Уничтожая людей, они хотят присвоить все, что людьми создано Статуя свободы с нейтронной бомбой в руке вместо факела – вот символ сегодняшней американской политики Через газету «Правда» Брежнев предупреждает Если бомба все же будет создана, Советский Союз не останется пассивным наблюдателем США выглядят явным инициатором нового этапа гонки вооружений И, почувствовав пропагандистский проигрыш, президент Картер в следующем году объявит о замораживании проекта Селу на новое строительство даются немалые деньги А стройбаза слабая и деньги остаются неосвоенными Рассветает шабашничество – работа временных неофициальных бригад строителей, чаще приезжих Шабаш означает окончание работ В идеале шабашники берут создать объект готовым Создаются сельские строительные комбинаты и передвижные механизированные колонны Но и они сами порой привлекают шабашников Деревенское капитальное строительство – одновременно и тяжкая проблема, и золотая жила Приезд шабашников в деревню изображают на карикатуре «Рвачи прилетели» Большинство населения неодобрительно относится, во-первых, к заработкам шабашников Те стараются заниматься, прежде всего, котлованами и фундаментами, где расценки выше Во-вторых, заезжие мужички, особенно южане, ходят на танцы в клуб и составляют уверенную конкуренцию местным парням С шабашниками легко сходятся сельские разведенки, дружно осуждаемые женской общественностью совхоза Про снижение из-за шабашников уровня деревенской нравственности беспокоятся и писатели-почвенники Их пугает неукорененность шабашников На земле должны строить те, кто на ней живет и жить будет, а не всякое там перекати поле В 1977 году выходящие одна за другой повести приносят славу прозаику из Иркутска Валентину Распутину Он про порчу от пришлых пишет с особой тревогой В повести «Пожар» Распутин выведет архаровцев, для которых его родная Сибирь – лишь место для заработка Только на шабашке просто рабочий за просто работу может получать тысячу рублей в месяц На жаргоне – штуку Власти с шабашниками, в общем-то, не борются Но официальная пропаганда относится к ним сугубо отрицательно Дескать, шабашники рыщут по стране в погоне за длинным рублем То, чем занимались шабашники, они же дикие бригады, в старину называлось отхожим промыслом Андрей Рублев со товарищей были настоящими шабашниками Только они расписывали храмы, а наши строили школы, больницы, коровники особенно Это десятки тысяч крыш Процветало внутри деревенское шабашничество Строили для односельчан избы, хаты, сакли – это миллионы крыш Таким образом, огромная часть народного богатства была создана по канонам не Карла Маркса, а Адама Смита Не по плану, а по рынку Ни в каких штатах труд не был таким вольным, как в этом секторе советского народного хозяйства Никаких налоговых деклараций, никаких писанных норм и правил, только обычай и уговор Кто сколько получил, кто кому сколько заплатил, где и почем достал кирпич Все это представляло собой полную коммерческую тайну Положительный герой советского романа шабашничеством себя, естественно, не пачкал Но недостаток рабочих рук в одних местах и избыток в других представляли собою такую проблему Справиться с которой могла только стихия – народная хозяйственная самодеятельность Чеченцы и ингуши текли в основном на север, на восток – армяне, грузины и гуцулы За гуцулами было Подмосковье и, естественно, восточная Украина Считалось, что гуцулы строят лучше всех В сфере пищевкусовой промышленности – социалистическое разделение труда В СССР успехи отрасли невелики и нехватку товаров отчасти восполняют братские страны Прежде всего, Венгерская Народная Республика и Народная Республика Болгария Всю огромную страну они накормить не могут, но городской потребительский рацион разнообразит существенно Зелёный горошек и другую продукцию венгерской фирмы «Глобус» знают в каждой советской семье Венгерское объединение «Хунгаруфрукт» первым умудряется круглый год торговать в СССР красными яблоками джанатан Лучшие в соцлагере куры в упаковке – венгерские Интеллигенция ценит вина «Токайфурмен» и «Шамлоэфурмен» Самые популярные болгарские консервы – огурцы, помидоры и огурцы с помидорами В жестяных банках мясо цыплёнка с овощами и рисом, фасоль и фаршированный перец Нектар в евробутылках, болгарские соки с мякотью Болгарских сухих вин в российских столицах продаётся едва ли не больше, чем грузинских и молдавских У болгар почти монополия на привоз к нам сигарет БТ, стюардесса, родопи, ту, опал, интер и зубной пасты Мэри и помарин Планер без кабины, одни крылья, а под ними отважный воздухоплаватель Короткий разбег и, оттолкнувшись от крутого склона горы или от края обрыва, современный Икар отправляется в полёт Вот я надену два крыла, и ближе ты, и ближе ты Меня любовь оторвала от суеты Пусть людям крыльев не дано, но так легко Моим плечам Уже зовёт меня в полёт Мой дельтаплав Мой дельтаплав Мой дельтаплав Это был год 77-й в проекте «Намедни 1961-1991. Наша эра» Следующая серия, 78-й год Книга «Малая земля», «Мех нутрии», «Папа римский поляк», «Страшно сильные морозы», «Убийство Альдомора», «Будут бесплатные учебники», «Матч Карпов-Корченой в Багио», «Волнение в Грузии», «Очередь на выставку Глазунова», «Бонни М. в Москве» До следующей серии И следующего года Счастливо! Счастливо! Счастливо!